Закон раздора, нешуточный резонанс и противостояние вызвал украинский вопрос на сегодняшнем заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Евродепутаты приняли довольно жесткую резолюцию. Что советует по сей? Планирует ли Киев принимать во внимание эти рекомендации? Все подробности знает Ирина Иванова. Она в Страсбурге. Сессионный зал Парламентской Ассамблеи Совета Европы рассчитан на полтысячи мест. Во время обсуждения украинского вопроса он был заполнен едва на треть. Это делегации Венгрии, Румынии, Молдовы, Болгарии, Польши и, конечно же, Украины. Итоговую версию резолюции депутаты поддерживают большинством голосов. 82 голоса за, 11 против, 17 удержались. Резолюцию принято. То, что проект резолюции об образовательном законе будет жестким, было известно заранее. Но в документ, подготовленный Комитетом по вопросам культуры, делегаты от Румынии и Венгрии во время дебатов вынесли значительное количество правок. Обсуждение закона выдалось очень эмоциональным. К сожалению, использование седьмой статьи нового закона в политических целях бросает тень на проевропейский ориентированный закон. Господа, я подготовил выступление, но после услышанного от моих коллег решил просто порвать свою речь. Я встревожен судьбой румынской и молдавской общины в Украине. Украинской стороне стоило сначала обсудить этот вопрос с нами и с Венецианской комиссией. В резолюции ПАСЕ признает право Украины поддерживать украинский язык в учебном процессе, но указывает на важность защиты прав нацменьшинств обучаться на родном языке, наставить на соблюдении принципа недискриминации. Еще одно замечание. Трехлетнего периода наведения норм закона может быть недостаточно. Украинская делегация уверяет, что остается открытой к дальнейшим обсуждениям острых вопросов. Также важно восстановить конструктивный диалог между заинтересованными сторонами. От ассамблеи прозвучал очень четкий месседж. Восстановить конструктивный диалог между различными заинтересованными сторонами. И от Украины в этом вопросе ожидают ничего иного, как внесение изменений в закон в соответствии с европейскими стандартами. В любом случае, резолюция ПАСЕ не требует от Украины немедленно менять образовательное законодательство. Главная рекомендация к концу года должна предоставить Венецианская комиссия. Ее выводы пообещал президент. Украина обязательно учтет. Из Страсбурга Ирина Иванова, Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер.